Всем доброго утра, дня, вечера или ночи, дорогие друзья! Мы снова в этом более или менее мирном совенке. Только вот буквально после игры на выживание сюда зашла. Насколько помню, остановились мы на эпизоде, когда Ульяну просили подойти к Шурику и что-то у него попросить. Вот, к сожалению, конкретно что я не помню, но воробьи как-то активно обсуждали то, что Яна нравится Шурику. Вот, то есть, возможно, он и проявляет к ней какой-то романтический интерес, но она, судя по всему, взаимностью ему не отвечает. А очень, блин, обидно. Как-то после истории с Мику действительно начинаешь смотреть на Шурика немножко по-другому и, блин, но он ведь тоже достоин. Почему нельзя обратить на него внимание? Я не знаю, конечно, вряд ли у них с Яной здесь будет какая-то романтическая история, но посмотреть на их взаимодействие было бы любопытно. И что-то нам хочет сказать Слон. Может, предупредить о чем-то? Не знаю. После завтрака Слон отвел меня в сторону. Ну что, еще не передумала? Нет, я все еще хочу помочь. Отлично. Давай обсудим варианты. Что можно сделать? Смотри, можно попробовать несколько вариантов. Попросить помощи синиц, голубей или попробовать самой. Вообще, в смысле? То есть, она что, к Шурику не пойдет? Внезапно. И вот он очередной, да, большой такой серьезный исход. Так, ну, я не знаю, стоит ли мне делать здесь сохранение, поскольку слишком уж большая вариативность. Наверное, я не буду этого делать. Это уже потом, если я начну переигрывать, то попробую. Я, кстати, зашла тут еще раз в паблик авторов этого мода. Решила так поподробнее его почитать. Оказывается, у них в январе, как раз когда я начала, собственно, Яну записывать, своя собственная драма разыгралась. Им там дизлайки кто-то очень сильно накрутил. И ребята написали такой длинный-длинный пост, что их и дизлайки эти расстроили. И в целом у них случилось какое-то выгорание при работе над модом. И они еще даже написали, что изначально не хотели делать много рутов. Видимо, хотели все-таки остановиться именно на воробьях. Не, я не считаю, что это плохо. Но, конечно, было бы намного интереснее посмотреть и на другие варианты развития событий. То есть, раз уж вы эти руты так описали, вы, можно сказать, пробудили интерес у читателей новеллы, у потенциальных читателей. Мне, например, вообще без шуток захотелось пройти рут голубей. Посмотреть, повзаимодействовать с Женей, с Эрикой, с Леной, с той же самой. Как-то даже больше, чем синицу, они меня заинтересовали. Наверное, Маяковским. Не знаю, чем еще. Но, конечно, как-то авторам указывать, что им делать, я не собираюсь. И уж если они решили остановиться только на голубях, то ради бога. Но, конечно же, немного грустно от этого осознания. Что ж, как-то меня не радует все-таки перспектива того, что тут даже нет варианта пойти к Шурику. И дайте-ка я промотаю немножечко назад, чтобы убедиться в том, что я хорошо все запомнила. А то меня потом опять начнут обвинять в том, что я начинаю новую серию и уже ни хрена не помню, что было в старой. Но это правда, на самом деле где-то неделя прошла, я не могла записывать, у меня вообще не было никаких обстоятельств, подходящих для этого. Поэтому так. Тогда пойду и проверю. Ребята, в итоге я все-таки сохранилась. Потому что, мне кажется, на Шурика может вывести вариант, вот, либо попробовать самой, либо, думаю, я сама придумаю, что сделать. В принципе, варианты практически одинаковые. Но в данном случае она действительно как будто бы сама что-то попробует сделать без лишней помощи. А в варианте, думаю, я сама придумаю, что сделать, она все-таки может попросить помощи просто у тех пионеров, которые никуда не входят. Шурик же вроде сам рассказывал, что не относится ни к тем, ни к другим. Хотя я думала, его вполне можно к каким-нибудь голубям условным отнести. Вот. Поэтому я решила все-таки сделать сохранение на всякий случай. Давайте, наверное, выберем вот это. Хм, ладно. Я твой выбор уважаю, поэтому настаивать не стану. Вариантов, конечно, у тебя теперь не особо много, но так, наверное, даже интереснее. Дерзай. Еще раз спасибо, что вообще согласилась помочь. Но теперь нужно решить, что делать и куда идти. Нам дадут карту! И таким макаром мы все-таки двигаемся в кружок радиотехники. Ну, значит, интуиция меня не подвела. Женская интуиция? Да, это такое дело. Шурик, я иду. А, ну и электроник, конечно, тоже. Ребята, привет! Члены кружка радиотехники занимались тем, чем обычно и занимаются в подобных кружках. Чем-то понятным только небольшому количеству посвященных. Кругом валялись мотки проводов и медные проволоки, динамики, микросхемы и совсем уж непонятные детали. Электроник копался в ящике с инструментами, а Шурик с усердным видом что-то паял. День добрый! Здравствуй! Какими судьбами? Решила проведать вас. Чем занимаетесь? Павлины попросили собрать для них радио. Наши модные современные господа хотят голос Америки слушать. Как будто они вообще понимают, о чем там поют и говорят. Я тебе открою секрет. Для того, чтобы слушать английские песни, не обязательно вообще понимать, о чем там поется. У них упор делается чаще всего именно на музыкальную составляющую. Неужто вы решили на добровольных началах помочь прогрессивной молодежи? Нет, конечно. Детали-то казенные, хоть и не все. Да и честный труд требует честной оплаты. Мена будет. У них есть кое-что, что нужно нам. Занятно. Хочу кое о чем спросить относительно вашей, так сказать, специальности. Позволите? Конечно, спрашивай. Поговаривают... А, я вспомнила, они хотели кино посмотреть, хотели что-то типа киноклуба открыть у себя. Вот, и хотели попросить у них видик с кассетами. Поговаривают, что раньше в лагере был телевизор с видеомагнитофоном. Не знаете, что случилось? Да, раньше по утрам и вечерам можно было собираться в ленинской комнатке и смотреть фильмы или телепрограммы. Помнится, во время Олимпиады там было так тесно, что даже вдохнуть, не задев кого-то, было проблематично. Потом какие-то вандалы его сломали, и телевизор с видоком отдали нам на ремонт. После этого его решили тут и оставить. До сих пор стоит в кладовке. Ого, а он работает? Конечно. Старенький черно-белый рубин, но... Хочешь верь, хочешь нет. Но мы сделали декодер. Паяльником открыли окно в цветной мир. Вау, видимо... Ну, я, конечно, не разбираюсь в этом всем. Я не знаю, действительно ли можно сделать это именно паяльником, но... Наверное, это не с пустого места взяли. Ну-ка, знающие люди, отпишитесь в комментах по этому поводу. Неожиданно изобьющего через край энтузиазма Шурик, видимо, уронил паяльник. На удивление, я успеваю среагировать до того, как он упал. Поймав его протезом, я быстро кладу его на стол. А подняв голову, вижу, что на меня с неподдельным ужасом смотрят две пары глаз. Ты чего? Он же раскаленный. Ты в порядке? Я мельком осматриваю ладонь протеза и замечаю крохотное темное пятнышко на обшивке. Ничего страшного не случилось. Ну так хорошо, что она его протезом поймала, а не рукой. Но впредь не стоит столь бездумно совершать подобные не очень-то безопасные действия. Все хорошо. У меня же железная рука. И ей страшна только вода. Ну, еще песок, огонь. Колоть орехи ей тоже не стоит. Получается, она на пляж даже не может пойти и без того, чтобы там протез не снять. Фух, хорошо. Спасибо. Ты только лучше так больше не делай. Паяльник куда менее ценен, чем твой протез. Ну еще бы. Японский. Нехухрым-ухрывом. Он отключил паяльник от сети и отошел от стола. А вы используете магнитофон? Шурик с электроником переглянулись. Сергей безмолвно кивнул. Ну, если по секрету, то да. В лагере изначально было с десяток кассет. Еще несколько мы выменили у завхоза по совместительству физрука. И каждую смену привозим пару кинофильмов с собой. Я тут подумала, надеюсь, у завхоза не какие-нибудь там кассеты с тремя иксами, знаете ли. А то мало ли что. В этом лагере, наверное, все возможно. Шурик, можем поговорить. Не, ну блин, умом я понимаю, что скорее всего ни на какую романтику это не выведет, как и в случае с Хайером. Блин. В общем, смотрите, можем просто их бросить, да. Так, ей было приятно повидаться, я пойду спросить про фильмы, но мы же все-таки решили помочь нашим товарищам. Поэтому логично, что пойдем до конца. Электроник с заговорщицким видом подмигнул товарищу. Он, видимо, тоже подумал, что дело как раз на романтику направлено. Пойду поищу завхоза. И вышел из здания клубов. Шурик же был в явном замешательстве и заметно рабел. Бедный пацан. Конечно, не ожидал. Что я вообще делаю? Помнишь, ты говорил, что хочешь осмотреть протез? Все еще интересно? Он вспыхнул. Конечно. Так, сейчас я его сниму. Не пугайся, если что. Сняв граблю, я протянула ее Шурику. Левую руку спрятала за спину. Блин, если честно, есть в этом какой-то, ну... Короче, какой-то интимный момент. Пусть даже это просто снятие протеза, но все равно неловко. Никак не могу привыкнуть к этому. Можно будет глянуть на начинку. Не переживай, тут есть специальная съемная панель. Я аккуратно. Ладно. Парень начал рыться в ящике с инструментами, ища, по всей видимости, подходящую отвертку. И как начинать? Шурик, а когда ты начал увлекаться всем этим? По-моему, она его уже спрашивала об этом, нет? Правой рукой я обвела кружок радиотехники. Ну, в детстве я собрал радио из старых деталей в ящике отца. Когда повзрослел, чинил мотоцикл брата запчастями с барахолки. Блин, так прикольно. Оказывается, у Шурика еще... Ну, понятное дело, что есть у него какая-то семья, и она могла бы быть за пределами совенка, если бы это был нормальный совенок. Многие не видят истинной ценности так называемого технического мусора. А это подобно искусству в какой-то степени. Я жалею о прошедшем дне, если не починил или не разобрал что-нибудь. Блин, я вспомнила, в Sims есть увлечения, которые там пришли из последних наборов. И там у симов может быть увлечение к кулинарии, например, к музыке и искусству, к танцам. А может быть также увлечение к технике. И когда моим симам попадается увлечение к технике, я всеми силами, всеми имеющимися модами стараюсь его менять. Потому что оно какое-то неинтересное. Максимум, что они могут там сделать с хорошо развитой вот этой техникой. Ну, починить что-то сломанное, там унитаз прочистить, микроволновку, например, починить. Или посудомойку. Это помогает им толком не удариться, например. Или у них там еще есть в увлечениях машина старая, которую технически они могут починить так, что вроде бы она становится... То есть на ней снова можно ездить. Ну, вроде как у меня до такого уровня они и не доходили, и машину до такого состояния еще не чинили. А в целом навык как будто бы бесполезный, поэтому я и стараюсь его как-то убирать. Не стоит сразу идти в лоб. Придется наговорить глупостей и ждать подходящего момента. Вы серьезно? Вы серьезно? Вы серьезно? Серьезно? Блин, ну... Если мы начнем флиртовать... Ай... Ну, это как-то нечестно будет. Ну, Яне же он не нравится. Она... Ну, она просто хочет своим друзьям помочь. Ну, зачем давать Шурику ложную надежду? Ёлки-палки. Можно я сохранюсь еще раз? Я хочу хотя бы просто посмотреть на это. Как именно этот флирт будет проявляться. Если со стороны Яны последуют какие-то комментарии о том, что ей тоже это все приятно, тогда можно будет так и оставить. Но если нет, тогда придется с этой темы съезжать. Ого! Это здорово! Мне нравятся люди с подобным рвением и интересом к своему делу. Но это предложение пока еще на флирт никак не намекает. Так. Ладно. Вроде бы пока все довольно невинно. Я просто сделала комплимент. Блин, лицо Шурика в этот момент надо видеть просто. Да. Обычный комплимент. Ну а что вы думаете? Парням не надо комплименты делать? Им тоже приятно. Спасибо. Приятно слышать. Засмущался. Отводит взгляд. Тем временем он уже нашел нужную отвертку и подступился к протезу. Главное, чтобы он мне его сейчас не испортил. А что самое интересное на твой взгляд ты собирал? Блин, реально, ну я бы не назвала этот разговор флиртом. Ну просто дружеское хорошее общение. О, как сейчас помню. Нам с Эллом удалось собрать рабочий прототип пушки Гаусса. Правда, она сгорела после первого же выстрела. Да и от отца моего мы потом знатно получили за подобные эксперименты. Но это того стоило. Так, можно продолжать. Хилки-палки, что мы делаем? Симулятор свиданий какой-то начался. Жесть. Как вообще можно стрелять глазами? Я не понимаю. Блин, я тоже не понимаю, кстати. У меня бывает такое чувство, как будто я вообще совершенно флиртовать не умею. Но вот в этом вообще принятом понимании. Как это, блин, происходит? Я не знаю. А ты действительно умный парень. Собрать подобное – признак большого ума и таланта. Ну вот это уже можно считать за некоторую такую лесть. А что подобное? Я без понятия, что это за пушка такая. Я тоже. Хотя вроде про Гаусса я что-то слышала. Можно мне сквозь землю провалиться? Я тебе разрешаю. Шурик был уже весь красный, как вареный рак. Еще чуть-чуть, и он мне ни в чем не откажет. Да уж, с кем поведешься от того и наберешься? А с кем поведешься-то? С мельпой, что ли? Что-то я ни разу не видела, чтобы она флиртовала. Я сейчас что, пословицей подумала? Кот. А, ну, ладно думать пословицей, окей. Я думала, это она насчет флирта подумала. Кот вроде бы сам по себе еще такой мелкий, как Ульянка. Как-то на него посмотришь, и героям-любовникам он вообще не кажется. Ну, спасибо, конечно, но я же не один все это делал. Тут же его стеснение исчезло. Восхищение переполнило парня и распространилось по комнате, удивительно наполняя пространство. Да не в Яну он влюблен, он в протез втюрился. Вот это да! Я, конечно, половины не понимаю, но это... Это шедевр технической мысли! Шурик кинулся в кладовку, вернулся с блокнотом и начал остервенело делать какие-то записи. Он то восторженно вздыхал, то удивленно охал, пока беззвучно, шевеля губами, осматривал искусственную руку. Закончив, он очень медленно и аккуратно вернул панель на положенное ей место. И, несмотря мне в лицо, протянул протез. Прости за это, просто твой протез действительно какое-то чудо. В третий раз! Ну давайте, чё, нам отступать, что ли? Хайер, ты мне теперь до конца жизни будешь обязан после такого. Спасибо, не стоит извиняться. Мне на самом деле было приятно за этим наблюдать. Зачем? Затем, как твой протез разбирают. Слушай, а можно мне иногда смотреть фильмы на вашем видеомагнитофоне? Возможно, как-нибудь посмотрим что-нибудь вместе. Есть попадание! У него аж губы задрожали. Блин, с одной стороны, это такая дичь. С другой стороны, это мило. Ну, блин, ну, может быть, у нее тоже к нему интерес какой-нибудь проснется. Мне просто обидно, если это невзаимно будет. Получается, что мы просто используем Шурика. Ну, ведь действительно так же и получается. Вот от этого осознания мне прям не очень. Как же это подло на самом-то деле. Ага, ну вот она сама сказала, что это подло. Значит, я все-таки загружусь с сохранения. И, короче, постараюсь так явно не флиртовать. Ну, вот, может быть, пару раз, а потом как бы все. Конечно. Вот, держи ключ. Можешь приходить после отбоя. Уверен, что кто-то из твоих приятелей может захотеть пойти с тобой. А, то есть, в принципе, ты не против. Если мы всей толпой воробьев сюда завалимся. Если так и будет, пожалуйста, следи за тем, чтобы они ничего не трогали и не мусорили и не курили, ладно? Огромное спасибо. Даю слово, что все будет в порядке. Еще увидимся. Нужно кокетливо подбегнуть напоследок, чтобы... Нет-нет-нет, хватит с меня. Ой, господи, боже мой. Нет, ребят, нет, я не хочу поступать так с Шуриком. Вот, считайте, как хотите, но это сильно прям... Это слишком подло. Нет. А если мы сразу у него спросим? Может быть, он нам и не откажет? Или все-таки скажет категорично нет? Ну, давайте тогда проверим. Эм, нам? Ты про воробьев? Ага, значит, если мы не будем с ним флиртовать, откажет. Не обижайся, пожалуйста, но я не могу разрешить подобного. Ты же сама понимаешь, что им нельзя сюда. Тут очень много хрупкой техники. Ты можешь приходить, если хочешь, но без них. Прости. И на что я вообще надеялась? Ну, короче... Он для вида быстро осмотрел протез, похвалил японских инженеров и отдал мою искусственную руку обратно. На том и попрощались. Все. Таким образом получается, что мы подводим наших товарищей. Ладно, давайте попробуем тогда пофлиртовать два раза. Не три, а два. Может быть, разрешит. Ай, вот, блин, я забыла, что пропуск не работает в этих ситуациях. Тогда придется самой прокрутить. Так, еще раз. И вот, последний. Нет! То есть с ним реально надо флиртовать до победного? Да ладно! Шурик, ну ты че? Я ж тебе уже столько комплиментов сделала. Смотри, какой. Ты, значит, у нас прям напрашиваешься на флирт. Господи, эти лаги и тормоза когда-нибудь меня убьют. Чуть ли не все желание записывать серию сразу. Отметается. Так, ну че, получается, что с Шуриком действительно надо три раза профлиртовать, чтобы добиться своего. Теперь мне стало интересно, в таком случае, каким образом Яна рассчитывает на помощь от остальных объединений? Типа, чтобы Мику сходила как раз таки к Шурику и попросила его, тогда это будет прям канон-канонный. Либо чтобы, я так понимаю, Эрика или кто-нибудь другой из голубей ей бы помог. Но надо будет, наверное, тогда тоже это все заценить и проверить. Ну давайте промотаем, как обычно. Сделаю я ему все комплименты и вернусь к вам. Ну вот и мои друзья, меня ждут. Ну что там? Я демонстративно прокрутила на пальце кольцо с ключом. Послышались одобрительные возгласы. Ну как же это, блин, подло. Это было сложно. Играть на чувствах некрасиво. Да ладно тебе, не парься. Все прошло красиво. Если очкастый начнет за тобой бегать, прикрою. Спасибо, ящерица. А это? Спектрума у них нет. Хайр заметно расстроился. Блин, точно, они же еще и спектрум обсуждали. Ах, жаль. Кому что, опотлата мои игрушки. Может, это ты у нас ребенок, а не кузнечик? Хватит называть меня ребенком. Ты старше меня всего на два года. Слон, помнишь, о чем я тебя просила? Да. Занятия как раз скоро начнутся. Пошли. Занятия по... чем она? Волейболом, по-моему, занималась, да? Видимо, хочет их возобновить. Так, ну давайте я сохранюсь тогда, получается, вот сюда. И проверю, каким образом Яна пойдет просить помощи у остальных объединений. Мне, правда, это интересно. А вот что будет, если она попробует сама, кстати? Давайте сначала вот это. Все зависит от того, насколько ты хорошо чувствуешь ситуацию. А вот, во-первых, тебе придется с ним флиртовать, а в будущем это может аукнуться. Подождите, а какой смысл тогда делать два, по сути, одинаковых варианта? Ведь тогда на карте был доступен только кружок радиотехники. Ну, типа, в чем смысл? Сейчас она все равно к Шурику пойдет. Во-вторых, не уверен, что ты сама будешь от подобного в восторге. Манипуляции дело бесчестное, но выгодное. Ну, то есть вы все-таки понимаете, что это не очень хорошо. Ну, зачем тогда толкать ее на это? Как бы мы все не хотели видак, но твои чувства и принципы уважаем. Поэтому, если другие варианты не ликвидны, а лезть в флирт ты не намерена, то никаких проблем. То, что ты вообще решила помочь, уже достойно уважения. Так, ага. Мы можем сказать спасибо, думаю, достаточно, или все-таки опробовать другие варианты? Так, может быть, все в итоге и сведется к Шурику? Действительно, зачем тогда такую вариативность делать? Ну, тут явно будет сложновато. Как ни крути, с голубями мы в контрах. Но шансы есть, конечно же. Все зависит от твоих с ними отношений. Короче, я слышал, что Электроник давно бегает за Мегерой, которая библиотекарша, если что. И вроде как она тоже по нему сохнет. Но это бабушка надвое сказала. Там непонятно. Правда, они ни туда, ни сюда сунуться не могут. Можно сыграть на этом. Блин, а это будет интересно. Устроить им что-то, типа свиданки. Сказать, что Эл позвал Мегеру куда-то прогуляться, а потом провернуть то же самое в другую сторону. Блин, я хочу на это посмотреть, мне теперь интересно. Если все пройдет гладко, то на правах свахи можно будет упросить Электроника дать видак в пользование. Влюбленные, податливые. Но это тоже как-то подлинько, нет? А если попросить помощи у синиц? Я слышал, что Шурик должен синицам. Возможно, проспорил. Хотя сомневаюсь. Ага, он задолжал Мику свидание. Но вместо Мику в этой реальности он переключился на меня. Короче, кому именно не в курсе, за что, тоже не знаю. Но это и не суть, важно. Если ты в достаточно хороших с нами... А, видимо, если ты в достаточно хороших отношениях с нашими творцами, то, думаю, они согласятся отдать свое желание в твое пользование. Ну, то есть, смотрите. По идее, в этой игре доступен только Рут Воробьев. То есть, Яна тусуется вот чисто с этими ребятами. Но это не отменяет того факта, что и с другими можно выстроить доверительные отношения. С Мику мы хорошо ладим, прекрасно. С голубями я не уверена, но когда мы были в библиотеке, мы же подхватили Женину шутку. Мы тоже что-то там из Маяковского ей сказали. Поэтому, мне кажется, у нас все получится. Главное попробовать. Не сомневайся, он будет обязан его выполнить. Примета. Вот и вся любовь. Дерзай. И еще раз спасибо, что вообще согласилась помочь. Так. А вот теперь... Понятно. Теперь мы можем решить, куда идти. Вон оно что. По пути в библиотеку я столкнулась с выходящими из столовой Ульяной и Котом. Эй, ясерица. Хочешь яблоко? У меня смутные сомнения, что ты мне сейчас краденое предлагаешь. А это обидно было. Угощение цеветь. Я по-твоему кто, чтобы яблоки какие-то таскать? Мелковато. Вот сгущенку с хлебом я понимаю. А это... Только повариху смешить. Стало быть, сознаешься, что воруешь? Да что заладило-то? Я это просто гипотетически. Ой, как будто бы сама на сгущенку не позарилась. Привидись возможность. Не позарилась бы. За гад не бываешь богат. Это на что-то повлияет? Наверное, это повлияет на моральный облик самой Яны. Типа... Ну, мы же в компании Воробьев. Мы как бы должны немножечко им этого самого... Ну, блин, вот в общении с Ульянкой мы могли на нее, получается, наорать, когда она нам приписала столовую в обходной лист. Но я тогда посчитала, что это вообще бессмысленно, не стала это делать. Да я думаю, в этот раз не стоит. Зачем нам? С одной стороны, вот зачем нам яблоко, если оно краденое? Сейчас вдруг действительно прилетит какая-то повариха, и наша репутация еще раз испортится. В конце концов, мы уже за Алису один раз вступились и соврали. Короче, вот чем мне не нравится вот эта вот возможность тусить в компании Воробьев, это тем, что мы здесь совершаем плохие поступки, блин, чаще, чем хорошие. И Яна вроде как... Мы, конечно, не знаем целиком все ее прошлое, но вроде как она дочка крупных шишек таких, да, вот как сказать, в советское время. И, наверное, есть в этом какая-то логика, что вот она такая богатенькая девочка, с детства всем была обеспечена, а ей хотелось немножечко, так сказать, пошалить, что ли, перестать быть какой-то идеальной. Может быть, в этом логика во всем и есть. Я просто не представляю, вот как это яблоко может повлиять на сюжет, не знаю. Ну, давайте возьмем, например. Ладно, если от чистого сердца и из чистых рук, то давай, спасибо. А нет, спасибо-то, конечно, спасибо, но нельзя традицию нарушать. Тут обмен должен быть. Что взамен дашь? Что это за традиция такая? Хм, да и вообще странно это. Сама предложила, а теперь что-то требуешь. Нет, традиция-то реально есть. Мена. Мы обмениваемся между собой какими-нибудь вещами. Будь то яблоко, сигареты, конфеты или резинка для волос, например. Мол, любая вещь несет часть тепла человека, часть его характера. Не, ну я понимаю еще личная вещь человека, но яблоко? Еда-то тут при чем? С вещью можно поделиться удачей, смелостью или отпустить какое-то горестное событие. Вот так-то. И что же ты мне хочешь передать с этим яблоком, кузнечик? Вдруг какое-нибудь горестное событие? А ты куда идешь? К голубям, в библиотеку. Тогда уж, удачи, она там стопудово нужна. Еще и терпение, конечно, надо бы, но у тебя с ним все в порядке. А ты мне что дашь? А, что у меня с собой вообще есть? В нагрудном кармане обнаружилась только пуговица, которую я через пару дней после приезда обнаружила на дне чемодана с вещами. И зачем я ее с собой ношу? Где-то, кстати, что-то было про пуговицу, что кто-то вот ее с собой носил как талисман. Блин, не помню где. У меня только пуговица. Я не знала, что вообще есть такая традиция. Хотя уже несколько дней прошло. Кузнечик задумалась, потирая подбородок одной рукой и перекатывая яблоко во второй. Сейчас она подумает, скажет, а, не дам, пошла нафиг. Ладно, пойдет на первый раз. В целях посвящения работаем себе в убыток. И что ты с этой пуговицей делать будешь? Найду вторую и куклу твою сошью. Начнешь бесить, иголочками в нее тыкать буду. Что за языческие обряды? Чур меня! Да ты и шить-то не умеешь. Ладно, ладно, не начинайте. Вот, держи пуговицу. Даю тебе с ней... Благоразумие. Чтобы Ульянка куклу Вуду не сделала. Ульянка взяла протянутую ей пуговицу и отдала мне взамен яблоко. Да уж, я ей удача, она мне фигню какую-то. Вот и как тут на уступки идти? Характер Ульянки выдержан. Женя ожидаемо находилась в библиотеке одна. Как приятно видеть тебя в добром здравии, ты себе не представляешь. Она со скучающим видом листала какую-то книгу, лежащую перед ней на столе. По всей видимости, ее клонила в сон. Жень? Да? Решила книжку взять? Да нет, просто решила тебя проведать. Вижу, в библиотеке не очень весело в это время. Ага. Сама не знаю, зачем я сюда прихожу ни свет, ни заря. Никто сюда в это время не ходит, и я бы могла спокойно заниматься чем-то другим. А все равно, изо дня в день все повторяется. Но я думала, ты тут хотя бы какие-то интересные книжки читаешь. Привычка, ничего не поделаешь. Сказала она, почесывая нос и потирая руками глаза. А когда здесь проходят собрания литературного кружка? Они проходят по такому же расписанию, как и большинство остальных кружков. С трех до пяти. Но обычно мы задерживаемся чуть ли не до отбоя. И тут она, сузив глаза и опустив брови, начала внимательно рассматривать яблоко в моих руках. Ты не могла бы убрать его? А лучше вообще вынести из библиотеки. А че у тебя аллергия на яблоки? Я терпеть не могу яблоки. От одного вида уже тошнить начинает. Блин, серьезно? Есть такие люди, которые настолько не любят яблоки? Как-то сложно в это поверить. Я извинилась и быстро вынесла яблоко из библиотеки. Выкидывать было жалко, поэтому я аккуратно положила его на небольшой выступ на фасаде здания. Хотя, блин, по-моему, кто-то тут что-то про яблоки говорил. Может, как раз Женя. Я просто забыла. Еще раз извини. Не знала, что ты не любишь яблоки. Блин, походу, теперь никакой свиданки с электроником не получится и придется мне переигрывать. Но тогда сохранилась я благоразумно. Не знала или все-таки забыла? Да, уж не стоило пропускать слова славян и мимо ушей. Как бы этот инцидент теперь не усложнил мне задачу. Не, Славя, конечно, могла мне об этом рассказать. И, скорее всего, она так и сделала, когда ознакомила меня с лагерем. Но я же, блин, тоже не могу все помнить. Просто не приноси их больше. Так, знаешь что? Я сохранюсь. Не сохранюсь, а загружусь, простите. Блин, а пропуск, получается, что все равно не работает? Почему? Вот на ТАП работает. Тут, видимо, авторы просто с интерфейсом что-то не доработали. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Блин, может, Ульянка, она-то наверняка знала, что Женя не любит яблоки. И поэтому мне его сунула. А может быть и она забыла. Господи. Славяна, кажется, упоминала, что не стоит даже приносить к Жене яблоки. Не буду испытывать удачу и нарываться на немилость. Да уж. Кузнечик безразлично пожала плечами. Как хошь. Наше дело предложить, ваше отказаться. Он, получается, действительно все время пословицами говорит, да? Так, ладно, тогда давайте у нас пропустится текст, да? Пропустился. Подождите, но я теперь назад не могу, к сожалению, попасть. Мы спросили про расписание собраний, значит, литературного кружка. И вот на этом все. Так, а если я просто начну издалека, у меня останется вот этот вот главный вопрос про электроника. Давайте поспрашиваем. Медуза состояла в литературном клубе? Не Медуза, а Мария Павловна. Попрошу проявить пиетет. Эрика же уже упоминала, что мы не используем эти ваши прозвища. Но да, когда она была пионеркой, а не вожатой, то руководила литературным кружком до меня. Вот они даже внешне чем-то похожи. И волосами черными, и очками. Но странно, что Мегера ходит в шортах. Вот это лично для меня было странно. Сейчас Мария Павловна, конечно, тоже очень часто появляется на собраниях кружка. Но все же бразды правления, если так можно выразиться, передала мне. А может тогда не стоит спрашивать ее, почему тебя называют Мегерой? Тогда, мне кажется, она меня просто прихлопнет. Мегерой? Что-то новенькое. Обычно я слышала стерва. Стерва, это наоборот, мне кажется, прям с уважением с некоторым как бы отзываются о такой, знаете, роковой женщине. Типа вот она стерва, она там крутит мужиками как хочет, они все падают к ее ногам. Ну вот что-то вот в таком смысле. Интересно, они хотя бы знают прямое значение этого слова? Никогда не понимала использование кличек в пионерлагере. Опять же, почему Яну назвали ящерицей, тоже непонятно. Вообще, как и ниоткуда взяли. Это удел младших отрядов и дворовой ребятни. Подобное инфантильное и фамильярное поведение не подобает пионерам, а тем паче комсомольцам. И, конечно, она душнила. Она душнила. Ну, видимо, я такая же душнила, как и она, поэтому я бы с ней была бы не прочь в одной этой группировке состоять. Но что же у вас с электроником? А что там должно быть? Ничего нет и не было. Не стоит слушать всякие нелепые слухи. Она взмахивает рукой, отгоняя что-то невидимое. Слушайте, ну неужели не получится? Неужели единственный вариант заполучить видак, это флирт с Шуриком? Блээээн. А если я скажу, что он хочет позвать тебя на прогулку? Ага, вот там, где птичка. Я так понимаю, это плюс как раз таки в руке голубей. То есть шанс вырулить на хорошую концовку. Не так здесь и сложно на самом-то деле. О, а что, подожди, а что она так разозлилась-то? Мне страшно стало. Можно я пойду отсюда? Сейчас она меня убьет. Она мельком глянула в мою сторону. Глаза у нее были пустые, обращенные внутрь. Что-то как-то по спрайту не похоже. Затем с выражением брезгливого сомнения она пугающе спокойным голосом сказала. Я отвечу, что ты спуталась не с той компанией. Очень смешно. Услышали, что мы не безразличны друг другу и подослали тебя, чтобы поглумиться. Ведь действительно будет забавно посмотреть, как дурочка из библиотеки побежит к парню, который понятия не имеет ни о какой такой прогулке. Яна. Я хорошо к тебе отношусь и не хочу этого портить. Давай я сделаю вид, что ты не пыталась по указке своих дружков так подло надо мной подшутить. А ты сейчас уйдешь и больше никогда не будешь поднимать эту тему. Хорошо? Ты же сама сказала, что мы не безразличны друг другу. Значит, ты все-таки признаешь, что он тебе нравится? Она просто, видимо... Ну, короче, она не поверила, что Электроник действительно позвал ее на прогулку, получается. Так что ли? Она, видимо, ждет просто шага от него. Ну, блин, в оригинале... Это ж в оригинале было. Когда Электроник к ней подкатывала, она его прогоняла. Типа, я здесь вообще ни при чем. Ты мне нафиг не сдался. Странные, короче, ребята, у вас чувства друг к другу в таком случае. Гадкое чувство. И не говори. Такое чувство, как будто меня сейчас в ведро с помоями окунули. Нафига тогда вообще давать такую возможность, ребят? Зачем? Я кивнула и молча вышла вон. Да уж, это было действительно глупо. Похоже, я сильно обидела Женю. Не стоило даже пытаться идти на такие уловки. Так что получается? Смотрите, с Женей ситуация проваленная. Если мы в художественный кружок пойдем, что тоже не получится? Думаю, стоит попробовать узнать, что можно попробовать сделать с помощью синиц. Поищу-ка я журналистку. От нее будет попроще узнать все подробности. И она точно их знает. Начну ее поиски с художественного кружка. Заодно проведаю красавицу. Может быть, здесь удача нам... А тут этот, кстати, Казанова нарисовался. Ой, блин. Чет, мне кажется, зря я во все это полезла. Придется все-таки возвращаться к изначальному нашему выбору, когда мы флиртовали с Шурика. Ну блин, почему все так? К сожалению, журналистки здесь нет. Но красавица была на месте. А еще тут оказался еж. Аб где еж? Облокотившись на стол, за которым сидела красавица, он сверлил ее нахальным, можно даже сказать, хищным взглядом. И она, бедная, никак прогнать его не может. Парень задавал ей какие-то глупые и непристойные вопросы. А пионерка изредка отвечала, и то односложно, и очень кратко. Я когда-то была свидетелем подобного разговора, который вроде бы как и в шутку происходил, но все равно было очень неловко. Это было на первом курсе универа. Я была старше на несколько лет своих однокурсников, потому что до этого в колледже отучилась. Им было вот буквально по 17-18 лет, и как-то не очень было все это выслушивать. В голосе ее слышалось едва скрываемое раздражение, но собеседника это вовсе не волновало. Так, Ян, давай сейчас знаешь, что сделаем? Поднимем протез и, короче, фига к ним им этому ежу, прям в лицо. Ну а че? Проявим себя во всей красе, раз уж тут нет Хайра, который мог бы дать этому ежу. Хотя, блин, он потом пожалуется в администрацию, нас же предупреждали, и тогда Яну могут выгнать из лагеря. Будет не очень хорошо. Красавица смотрела перед собой холодно и колюче, а на столе под ее рукой лежал лист бумаги, на которой штрих за штрихом появлялся рисунок дерева. Давай ты это! Она сейчас нарисует дерево, покажет ежу, скажет, это ты. То, а че? Надо же как-то защищаться. Атмосфера, мягко говоря, неприятная. Че-то вообще вся вот эта ситуация неприятная. Красавица, привет! Еж от неожиданности дернулся и резко оглянулся через плечо. Он двигает бровью, прищуривая один глаз. Знакомый взгляд. Оценивает. Надо же. И протез не смущает. Красавица медленно подняла голову и с легкой улыбкой взглянула на меня. Я ожидала увидеть в ее глазах безмолвную просьбу о помощи, но ничего подобного там не было. Такому стаицизму позавидует даже человек, живущий карточной жизнью под березкой. Если честно, я сейчас вообще не поняла, что она имеет в виду. Может быть, это как раз отсылка или на дом в котором, или на что-то, что я не знаю. Привет! Надо же! А как зовут такую прелестную пионерку? Ничего себе, как он резво перестроился. Сейчас внимание на себя просто переключим и все. Для тебя, ящерица. А что это за странная перчатка? Новая мода такая? Впервые подобное вижу. Но тебе явно идет. Ладно. То, что мне идет отсутствие руки, это что-то новенькое. Такого я еще не слышала. Это протез. У меня нет руки. Ее же слегка приоткрывает рот от удивления. Глаза забегали. Он растерян и выбит из колеи. Че, не получилось, да, героя-любовника из себя скорчить? Какой ужас! Что случилось? Ну, знаешь, бывает такое, когда тебе очень сильно нравится какая-то вещь. Например, пальто. А потом проходит время, и оно приедается. Вот мне так надоела моя рука, и я решила от нее избавиться. Я не знаю, истинную причину отсутствия руки. Может быть, мы вообще не узнаем. Либо узнаем. Ну, в хорошей концовке. Такое может быть. Кстати, там, судя по всему, вот здесь вот картинка, это отсылка на логотип разработчиков. Прикольно придумали. Некогда любимая, а теперь опостылевшая. Тогда в один день ты просто вешаешь его в шкаф и уже больше никогда не надеваешь. А затем, рано или поздно, Моли окончательно портит пальто. И уже без каких-либо сожалений ты его выбрасываешь. Вот так же у меня с рукой. Разонравилась. Теперь с новомодной биоэлектрической перчаткой хожу. Пока тоже не надоест. Но знаешь, ты бы так сделала, если бы жила в эпоху киберпанка. Почему нет? Растерянности замешательства достигли глобальных масштабов. Из-за чего это выглядит так, словно он зол. Эээ... Теперь извини, но должна попросить тебя выйти. Мне нужно поговорить с красавицей наедине. Парень поднимает вверх указательный палец, но не находя что сказать, молча выходит за дверь. Браво! Так его! Уверена, что в другом случае он бы сказал какую-то похабную остроту. Но я застала его врасплох, и ему пришлось капитулировать. Причем, смотрите, мы ведь на него как-то не пожаловались, мы его не оскорбили. То есть... Все как бы в порядке вещей. Явно ненадолго. Как только я уйду, он снова сюда вернется. Но к тому моменту уже как-то и Хайра можно сюда пригнать. Может, все-таки его присутствие здесь как-то охладит пыл этого Казановы. Неужели красавица действительно не может сказать нет? Мне же в первый день сказала. Убедившись, что он отошел, я подошла к двери и закрыла ее. — Почему ты просто его не выгнала? Если не можешь этого сделать, давай я попрошу кого-то из парней помочь с этим. — Ах, не стоит беспокоиться и тратить на меня время. Все в порядке. Давай, пожалуйста, пока закроем эту тему. Ты что-то хотела? Рассеянная улыбка. Она благодарна за внимание и предложенную помощь, но почему-то отказывается от нее. Словно навязчивость ежа всего лишь не стоящая времени мелочь, на которую она даже не обращает внимания, а ее мысли занимает что-то более серьезное. Но я-то слышала, как она неудачно пытается скрыть раздражение. Актриса из нее не самая лучшая. Ладно, отложим этот вопрос пока, если ты не хочешь об этом говорить. Я ищу журналистку. Не видела ее? Что-то случилось? Нет, мне сказали, что Шурик должен кому-то из вас. Вот хотела узнать. Хотя, возможно, и ты знаешь. Ну, с журналисткой ты угадала. Шурик действительно должен предоставить практически любую услугу, в рамках разумного, конечно. И должен он как раз журналистке. Поищи ее в музыкальном клубе. Она в это время, скорее всего, там. Даже не спрашивает, зачем мне эта информация. Интересный у нее характер. Она точно сестра кузнечика? Спасибо, ты меня выручила. Не знаешь, кстати, за что он должен? Извини, не знаю. Ладно, еще раз спасибо. Могу я попросить тебя об одном маленьком одолжении? Конечно. Когда я уйду, закрой за мной дверь на замок минут на десять, пожалуйста. Договорились? Красавица пожимает плечами, откладывает в сторону карандаш и встает из-за стола. Хорошо. Так, ну тогда, друзья, давайте в следующей серии мы с вами отправимся в музыкальный кружок. Все-таки попытаемся добить вот хотя бы вот эту тему. Так, куда бы нам тогда сохраниться? Вот на этот же слот. Да, наверное, вот сюда я сохранюсь. И если этот вариант с тем, что Шурик кому-то должен оказать услугу, сработает, то и слава богу, тогда то другое сохранение, где мы флиртовали, я буду его торжественно игнорировать. И мы с вами сможем играть дальше. Ну и давайте все остальные события тоже уже в следующей серии обсудим, потому что я долго сегодня записываю, честно говоря, устала. Спасибо, что посмотрели. Увидимся с вами в следующих сериях. Спасибо. Спасибо.